Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 7 февраля 2018 года среда, по одному из старинных 18 дней месяцев Юг и Стужа, 7526 лета, шестица. И мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Мир. Основа. Мироустройство». И у нас сегодня сказительница Марина Макарова. Здравия тебе! Здравия, Алексей! Здравия всем! Я так предполагаю, что у нас это будет не один эфир, а у нас каждую неделю в течение какого-то определённого срока будет излагаться тематически тема «Основа. Мироустройство». И сегодня у нас первый с тобой эфир. Так ли я тебя понимаю? Да, цикл будет. Единственное, я бы хотела поправить, что цикл, скорее, это всё-таки основы родовой мудрости, а принципы мироздания и мироустройства — это наши сегодняшние беседы. То есть это будет входить к первым нашим сегодняшним эфирам, а дальше мы уже будем более… Дальше будет разворот и будет расширение темы, и все эти темы будут относиться к разделу родовой мудрости. Но она касается не только принципов мироздания, но и более близких к реальной жизни вещей, потому что всё-таки принципы мироздания — это такая глобальная тема, она может занять, конечно, безумное количество эфиров, можно всю жизнь об этом рассуждать. Но я думаю, наших слушателей, наверное, больше всё-таки интересуют вещи практические, поэтому часть эфиров будет такая более теоретического характера, а часть будет затрагивать вопросы прям совсем даже практические. Здоровско. Хорошо. Ну что ж, раз у нас практические эфиры, то давай тогда к практике будем переходить. Передаю тебе микрофон и сам в стороночку отхожу. Когда я понадоблюсь, так скажи «Алексей», и я тут сразу появлюсь. Хорошо. Благодарю. Тему принципов мироздания, наверное, можно начать с того, что большинство, наверное, современных теологических описаний мира даёт примерно похожую картинку о том, что некое высшее существо, Бог, творит небо и землю, наполняет их живностью, людьми, даёт наставление о жизни. Как бы это такой, скажем, уже общепринятый шаблон, который примерно даёт представление о том порядке и о том устройстве всего того, что мы видим вокруг. Но можно чётко сказать, что это описание ведь не полного процесса. Мир, который нас окружает, он не состоит только из неба и земли, живности и людей. Понять более по крупным образом систему, что входит, собственно, в неё и какими законами она управляется, что в ней происходит и каким образом мы вписаны, самое главное, в эту систему, каким образом выстроить свою жизнь так, чтобы не противоречить этой системе, чтобы вписаться в неё, чтобы быть в потоке, не испытывать слишком большого сопротивления этой внешней среды. и в лучшем варианте даже выйти на то, чтобы стать неким оператором реальности. Вот эти вопросы многих людей интересуют, и я думаю, это именно та практическая сторона вопроса, которая, собственно, и может интересовать такой вот глобальной теме. Если мы говорим о том, что мир всё-таки это очень большая система, наверное, присутствие в ней человека связано с тем, что ему необходимо выделить процессы, которые подвластны всё-таки ему, или же те процессы, которые влияют на него безусловно, и он вынужден им подчиняться как некой высшей воле. Каким образом определить вот эту высшую волю, в чём она состоит, чему мы, собственно, безусловно будем подчиняться, какими процессами мы можем в определённой степени вписываться в них и даже как-то использовать для своего движения. Ну, безусловно, внешние силы, те, которые постоянно воздействуют над человеком, это объективные силы физического мира. Это те законы, которые мы прекрасно знаем с уровня школьного образования. Можно сказать, что вот эти все законы, они обеспечивают стабильность, в принципе, нашего мира, да, и каким-то образом им сопротивляться, ну, нет никакого смысла. То есть законы притяжения, законы проявления больших и малых сил, это то, что, безусловно, нас окружает, и с чем мы, собственно, ну, наверное, как-то входить в какое-то противоречие, ну, не можем, это бессмысленное занятие. А вот, собственно, выяснение того процесса, в который мы можем вписаться и можем внести какую-то свою лепту, да, и каким-то образом менять. Вот именно это интересно. И как раз картинка описания большого мира, не тот, который включает только небо и землю, а нечто большее, описание некого глобального принципа и устройства по-крупному, вот именно оно даёт ту базу, ту точку опоры, с которой можно начинать для себя выстраивать вот это понимание взаимодействия реальных сил, которыми, собственно, все миры наши и управлены. Полнота описания вот этих баз, этой основы даст нам чёткость понимания, собственно, всех сил участников процесса, участников процесса жизни, участников процесса, собственно, организации всего того, что мы видим вокруг. И знание первопринципов откроет механизмы действия этой системы. Говорить о том, что мир — это система, я думаю, никто с этим спорить не будет, потому что то, что нас окружает, настолько сложно и настолько взаимоувязано, что системность, целесообразность и смысловая составляющая, наверное, не вызывает ни у кого никаких возражений. И факт того, что мы живём в некой глобальной системе, которая очень сложна и состоит из огромного количества составных частей, ни у кого не вызывает вопросов. Вопрос только порядка. Вот что за порядок регулирует все эти элементы этой огромной системы, которую мы можем наблюдать вокруг. Так вот, собственно, что из себя представляет эта система? В основе всемирья, в основе того, что мы можем наблюдать в реальном мире и в каких-то, ну, у кого есть способности, каких-то, может быть, тонких мирах, лежит, как ни странно, тьма. Вот это предположение делается довольно большим количеством мудрецов в протяжении большого количества исторических периодов. Но знания об этом так или иначе не лежат на поверхности. То есть, когда мы говорим о мироустройстве, всё-таки основная калька — это то, что есть какой-то старец с бородой, который производит некие практические действия. А вот рассуждать какими-то отвлечёнными материями у нас как-то не очень принято. Судя по всему, эта категория знаний, она, видимо, не очень афишировалась в силу того, что эти знания как раз и дают ключ к тому, чтобы человек смог стать оператором реальности. Поэтому давайте попробуем разобраться, собственно, что есть начало мира и какие элементы в нём являются основными и ключевыми. Алексей? Давай разбираться. Я же только за. За любое доброе дело. Я двумя руками. Ну, может быть, я чего-то такое говорю, что не очень понятно, просто мне интересно слышать какой-то встречный поток в том числе. Ну, встречный поток у меня, я прям весь во внимании, я поглощаю тебя. Я поглощаю полностью. Так что ты давай-ка это, не расслабляйся тут. Благодарю. Итак, основа мироустройства. Ну, первое то, что я уже произнесла — тьма. В понимании большинства людей тьма — это нечто ужасное, нечто страшное, то, с чем связаны какие-то, как правило, негативные ассоциации. Ну, вот могу сразу по этому поводу сказать, что тьма — это понятие более широкое, это не негативные какие-то составляющие элементы. Для полноты понимания можно сказать так. Если сравнить, что есть тьма, а что есть мрак, сразу возникает вот это понимание разницы. То есть мрак — это то, что не прозрачно, то, что не содержит в себе ни одной частицы света. А тьма, даже слово по себе очень интересно, если мы его будем часто повторять, вот тьма, 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 тьма. Слышится слово «мать». Вот она, собственно, и является основой мира. Мать, сила, великая ма, о которой очень много говорится в самых разных источниках. И упоминание о ней всегда идёт с большим уважением, почитанием её. Что такое великая ма? Это то, что несёт в себе потенциал жизни. Это то, с чего всё начинается и то, чем всё заканчивается. В определённой культурной традиции это состояние называлось хаосом. Может быть, кому-то вот такая формулировка будет более понятна. То есть в основе мира лежит хаос. И в какой-то момент приходит пора и открывается, как мы говорим, око рода, свет творящий. Это та вечная и неизменная основа мира и основа всего сущего, который, собственно, и начинает процесс творения, процесс проявления мира. Что делает вот этот свет творящий? Что он являет? В первую очередь он являет дух единый, свет жизни несущий и чистое сознание, Ра. Это те структуры, которые способны организовать хаос, организовать вот этот потенциал жизни матери тьмы и через воздействие сознания уплотнить вот этот потенциал до состояния материи, до состояния проявленного мира. Второй момент, который он проявляет, это огонь жизни. Это живо-триединое, где есть плотность, где есть огонь и где есть текучесть, как спокойствие. Вот эти три составляющие, собственно, и формируют живу, которая даёт возможность нам, в принципе, существовать. То есть у живы вот такая троичная структура. И третий аспект, который проявляет Род, суть единая — это мысль-слово-творящее, это кон изначальный, то есть это свод правил, который управляет уже проявленным миром. Сам процесс заключается в том, что светом своей мысли Род, часть тьмы, выводит из покоя и начинается поток Вселенского Родника. Вот этот Вселенский Родник, мысли Рода, он являет природу. Что есть природа? Это небо, земля, твердие, силы, то есть всемирие. Природа — это строение Рода, это мироздание. То есть у нас все слова, которые с этим связаны, они говорят о том, что это результат какого-то процесса, устроения. Так вот, Род совместно с потенциалом тьмы создает третий элемент — природу. то есть единица способна создать двойку, двойка проявляет тройку, а тройка создает уже все остальное. Через свет и тьму проявляются разные силы. и именно эти силы держат равновесие всемирия. Свет изначальный проявляет лад. Лад — это порядок, это совершенство мира. тьма поглощает миру выбравшее создание. То есть в проявленном мире всё конечное, и оно куда-то должно уйти. Так вот, тьма забирает обратно то, что выбрало свой срок. Таким образом, тьма и свет совершают кола жизни. Происходит жизнь в природе. Вот эти три основных элемента — это, собственно, есть те базовые элементы мироздания, которые мы можем транслировать на абсолютно все сферы, все области нашей жизни. понимание того, что все процессы подчинены правилам вот этих трёх элементов, даёт нам ключи к очень многим процессам собственной жизни. Собственно, для того, чтобы нам понимать тот или иной процесс собственной нашей жизни, нам и нужно увидеть в каждом из процессов действия тьмы, действия света и действия, собственно, природы. В чём они заключаются? Природа отвечает за совершенствование. В природе всё как вот, ну, можно представить себе, как диск, пластинки, да, идёт бесконечное цикличное движение. Природа отвечает за количественные какие-то характеристики, за поддержание жизни бесконечное, за то, чтобы жизнь не прекращалась. Это её основная функция. За что отвечает, собственно, род? А род отвечает за то, чтобы в процессе жизни происходили качественные изменения. То есть он преобразователь, он творец. И вот эти качественные изменения — это его функция. А за что, собственно, отвечает тьма? Ну, как я уже сказала, это поглощение того, что миру выбрало в жизни, но это и базовый потенциал, который несёт в себе вообще всё. То есть это как кипящий котёл, в котором вот бесконечно варится некий вар, из которого возможно сотворить всё, что угодно. Вот это бесконечный потенциал мира, который находится в таком условном покое и вечности. А жизнь проявляется как разовый акт. Так вот, понимание того, что мы живём не в мире, где существует какой-то очень широкий спектр отдельных функциональных, скажем так, богов, каких-то демиургов, каких-то отдельных персонажей, которые отвечают за определённые процессы. Безусловно, это элемент системы, но у системы есть вот этот слой наивысший. И всё дальнейшее творение, оно состоит из элементов вот этих первых трёх. Ну, я могу сказать, что на сегодняшний день то, что у нас предполагается как структурная составляющая всемирья, вот такую схему очень мало кто рассматривает. То есть всё-таки в большинстве случаев по каким-то причинам рассматриваются уже второй, третий слой уровня построения, то есть проявления нашего материального мира. Но ведь прежде чем возникнет плотность, то есть наш мир — это плотный мир, должны проявиться некие правила, некие принципы, законы, по которым эта плотность будет существовать. И когда мы пытаемся урегулировать своё собственное пространство, когда мы пытаемся выстраивать какие-то алгоритмы, схемы взаимодействия с теми или иными объектами, когда мы пытаемся прописать какие-то правила совместной жизни или чего-то ещё, наверное, более верным действием будет опираться на первопринцип, на некий кон, который является изначальным, не использовать вторичную или какую-то систему, которая является уже вторым, третьим уровнем творения. То есть нужно идти к первоистоку и устраивать свой мир по подобию с этим самым изначальным коном, изначальным устройством. То, что касается структуры вот этого базового устройства, я примерно описала. Теперь вопрос более такого практического характера. Ну хорошо, мы поняли систему, мы увидели три основных элемента, из которых она состоит. Тьма, свет, род и природа. Что дальше? Как звучат, собственно говоря, вот эти базовые принципы, что они в себе несут, как мы можем их увидеть и, самое главное, как нам с ними управлять, как мы можем использовать их, собственно, в нашей жизни. Так вот, базовые принципы, если мы посмотрим на окружающий нас мир, они проявлены практически везде. Просто мы не отдаём себе отчёта в том, что мы видим именно их. Но когда они озвучены, когда мы имеем некую схему мира, описанную, нам легче увидеть их уже вокруг себя. Поэтому вот сейчас я проговорю некоторые моменты, и я думаю, все подтвердят, что да, действительно, всё так просто. Ведь мы действительно ежедневно наблюдаем все эти процессы, мы всё это видим, это всё происходит у нас перед глазами, но при этом мы почему-то не считаем их ключевыми какими-то моментами, окружающие нас в действительности. Но первый момент, который у нас всегда перед глазами, и который наиболее явный, скажем так, основной принцип жизни — это движение. То есть куда бы мы ни посмотрели, всё что-то как-то крутится, пульсирует, куда-то движется, то есть всё происходит, находится в каком-то постоянном движении. Так вот, движение — это и есть первый принцип существования мира. Там, где есть движение, там есть жизнь. Там, где движение прекращается, там жизни нет. Это и есть первое правило Кона. Этой характеристикой обладает мать, мать-сила, великая мать, она же тьма. То есть движение — это её потенциал. Но у неё движение неорганизованное, хаотичное. И как неорганизованная сила она несёт в себе разрушение. Второй закон всемирья — это развитие. За развитие ответственен род. И что само по себе, вообще сам термин развития, что это такое? Суть развития — это обретение новых качеств, когда идёт принципиальное изменение чего-то, какого-то объекта, какого-то процесса. Вот этот набор каких-то приобретения новых качеств — это, собственно, и есть развитие. и это функция, которую несёт род. Ну и, соответственно, остаётся третья составляющая — природа. А за что она отвечает? Ну я вот уже озвучила такой образ, как пластинка. То есть природа ответственна за изменения и одновременно за стабильность. То есть всё в движении, всё в развитии, всё замечательно, но это не обеспечит стабильность системы. Так вот, природа выполняет функцию совершенствования и изменений, но при этом вот эти изменения, они всегда находятся в рамках равновесия и компенсации. Это четвёртый закон или, можно сказать, кон изначальный. То есть движение, развитие и изменения. Это вот первая триада, которая обеспечивает, собственно, любой жизненный процесс во всем мире. Второй момент, второй пункт кона — это равновесная компенсация. То есть любому действию есть компенсирующее действие, направленное в противоположную сторону. Допустим, если мы постоянно что-то отдаём, то нам будет возвращаться в обязательном порядке. Таков закон мира. Равновесная компенсация. И ещё один кон — принцип отдачи. Этот принцип чётко совершенно увязан с проявлением живы. Я уже сказала, что жива триедина, и она проявляет себя через определённые функции. жива. Но вот её закон, её принцип — это течение, собственно, живы происходит только тогда, когда жива несёт свет кладу. То есть жива — это проявление рода, а род — это свет. то есть до того момента, пока мы движемся в свете и организовываем лад, у нас будет присутствие живы. как только мы переходим в состояние безладия, разлада, живо прекращает течь, мы теряем силу. И силу эту можно компенсировать только какими-то уже средствами, ну, скажем так, не очень правильными. Род сам по себе, он есть источник силы, источник того, что поддерживает мир. И собственно его основная функция — это держать берега. В чём состоят берега? Берега — это движение в его замысли, в его русле, а замысел состоит в том, что мир должен быть упорядочен, что в нём должна быть красота, в нём должен быть определённый ряд, в нём смысл как раз в приумножении лада. И здесь можно сравнить движение человека с пловцом в реке. течение жизни достаточно активное, но у него есть свои берега, оно не растекается во все направления. И человек может выбрать для себя по жизни определённую тактику. Он может плыть в реке против течения. Это одна позиция, но при этом конечно необходимо очень чётко соизмерять свои силы. Сможешь ли ты противостоять потоку для того, чтобы он не унёс тебя в обратную сторону? Есть тактика движения поперёк потока, то есть с берега на берег. Тоже возможный вариант, но опять же это путь достаточно сложный и в нём в обязательном порядке нужно соизмерять свои силы. Следующий вариант это плыть по течению, но тут именно варианты. Тот, кто течёт по течению как щепка, обязательно будет выброшен на какую-нибудь отмель, прибит к какому-нибудь берегу, то есть он не достигнет конечной точки движения. Вот такое вялое участие в процессе, оно не даёт результат. А вот когда ты в потоке, но ты знаешь свою силу и силу потока, когда ты управляешь этим движением, где-то даже подгребаешь, знаешь конечную цель движения, поток помогает тебе плыть. и вот это наверное самая эффективная форма деятельности для человека, когда есть осознание направления потока всемирия, когда есть понимание смысла глобального и человек свой ход вписывает естественным образом в него, но не течёт в нём как щепка, а проявляет свою собственную волю. А в чём заключается воля? А воля собственно о том, чтобы приумножать лад, о том, чтобы приумножать мудрость, о том, чтобы помогать совершенствованию мира. вот это по сути ключевая задача для каждого существа живущего в нашем всемире. Вот такие основные моменты, понимая которые и наблюдая которые в окружающем мире, человек может сделать для себя определённую такую кальку схемы. Дело в том, что принцип следующего уже устройства мира это фрактальность, когда большее проявляется в меньшем, когда есть соответствие как вверху, так и внизу. и понимая вот такое устройство человек способен уже тогда транслировать какие-то принципы выше в свою повседневную жизнь, в жизнь своего рода, устройство жизни всего своего обстояния, скажем так. подводя итог моему повествованию, я могу сказать, что очень важно для себя зафиксировать, что всё-таки основным принципом нашего мира является движение в развитии. нельзя останавливаться, нельзя бесконечно совершать какие-то ненужные повторы. Набор новых качеств, совершенствование — это те функции, которые мы обязаны проявлять. Но при этом ключевое сутевое действие, которое мы должны реализовывать, это преумножение лады и преумножение мудрости. Вот это я бы выделила как смысловую составляющую вообще проявления всемирия. Алексей? Ну что ж, если ты закончила первую вступительную лекцию, то тогда давай мы наверное уже будем переходить в формат беседы с нашими слушателями и зрителями. Я думаю, да, можно на этом подвести черту. Основные моменты я рассказала, а в беседе уже уточнятся какие-то детали, которые может быть кому-то непонятны. Ну что ж, хорошо, тогда музыкальную паузу не будем ставить, просто отбивочку я включаю и после нее сразу переходим ко второй части ответы на вопросы. Народное славянское радио для пытливых умов. продолжение слушайте в следующей части. в следующей Субтитры создавал DimaTorzok